Мёртвые цветы. Автор – писатель снов. Глава восьмая. Без шансов на перемирие. Тот, кто не любит, не живёт. Рэймон Лулей. В комнате царил полнейший мрак, и лишь небольшая лампа на столе отбрасывала слабый свет на хозяина квартиры. Часы показывали два часа ночи, но парень никак не мог уснуть. Он сделал глубокую затяжку и зажмурился, пытаясь выкинуть все мысли из головы, но в очередной раз ничего не вышло. Стоило ему прикрыть глаза, как перед ним стал образ человека, ненависть к которому лишь возрастала с каждым годом. Уже долгое время его мучила бессонница, а если и получалось ненадолго заснуть, то спустя какое-то время он с криком подрывался с постели весь в поту от ночных кошмаров. Он не помнит, когда его жизнь стала такой, но знает, кто в этом виновен. Первое время он пытался найти ответы и понять, почему всё это происходило именно с ним. Затем его охватил жуткий страх, и каждый день он боролся с желанием спрыгнуть с ближайшего моста и навсегда прекратить эту пытку. И сделал бы это, если только у него не было человека, ради которого стоит продолжать бороться. И такой человек у него есть, поэтому он не сдался и терпеливо ждал, когда станет легче. Спустя ещё какое-то время на место боли и страха пришло смирение, но видя, как его семья разбивается на тысячи осколков, гнев вновь вернулся с новой силой. И в данной ситуации лучшим выходом было найти виновного во всех своих бедах и ненавидеть его всем сердцем. Так парень и поступил. И ему действительно стало легче. Когда ты делаешь одного человека причиной всех своих неудач, накапливая с каждым годом всё больше ненависти, твоя жизнь обретает смысл. И заключается он в том, чтобы отомстить. И плевать, что после секундного наслаждения от вида падшего врага, чувство потери ударит тебя с новой силой. «Ради этой секунды он готов отдать многое. Кто-то должен нести ответственность за то, что он так страдает». «Почему ты не спишь?» Раздался за спиной мужской голос, а затем в комнату зашёл ещё один парень и присел на соседнее кресло. Он достал из пачки сигарету и закурил, выпуская дым после первой глубокой затяжки. «Я думал». Он усмехнулся и встал и прикрыл глаза, потирая виски. Его голова ужасно болела, хотя на то не было каких-то причин, а таблетки не помогали. Может быть, он сходит с ума, и всё это просто мерещится? Тогда они с матерью скоро окажутся на соседних койках. И от этой мысли захотелось истерически смеяться. «А ким то хяне?» Собеседник сделал затяжку и снова выдохнул густые клубы серого дыма, наслаждаясь дозой никотина. Это доставляло ему невероятный кайф, как и всем в этой жизни. Как говорил он сам, «Нет в этом мире ничего такого, отчего нельзя было бы не получить удовольствие». А затем с особой жестокостью втаптывал кого-то в грязь, наслаждаясь этим. «Меня тошнит от этого имени». Парень с отвращением поморщился и затушил свою сигарету, потянулся к стакану с водой. Он бы с удовольствием сейчас выпил чего-то покрепче, но хотелось сохранить трезвость ума. Ему сейчас нельзя пить. «Вон, расслабься!» На лице парня отобразилась кривая и не очень дружелюбная ухмылка. «Если он так тебя бесит, хочешь, я принесу тебе его голову?» «Я сам с ним разберусь», – прошептал блондин, откидываясь на спинку кресла. Он чувствовал дикую усталость, но очередная попытка заснуть вновь закончилась провалом. Из-за постоянной бессонницы хроническая усталость стала его верной спутницей, но Вонха лишь отмахивался от этого, сжигаемой неутолимой жаждой мести. «Джихан, рад, что ты приехал. Без тебя было бы трудновато». «Ну, а теперь станет полегче». Брюнет заправил за ухо выбившуюся прядь волос и поудобнее устроился в кресле. «Я с огромным удовольствием познакомлюсь с этим тыхеном. Говоришь, он такой крутой? Ну, вот и посмотрим». «Не светись пока сильно. Они не знают тебя в лицо и нам это на руку». Даже не глядя на друга, пробормотал парень. «Как скажешь». Он кивнул головой. «А у него есть слабые места?» «И его друзья». Вонха запнулся и на секунду задумался, вспоминая лицо Чунгука. Этот мелкий пацан вбил жирный гвоздь в коварный план мужчины, чем жутко раздражал. «Есть один парень, школьник. Я не уверен, но кажется, тыхен к нему привязан». «Друзья? Шкальник?» Джихан гаденько улыбнулся и встал со своего места, подходя к окну. «Ну, значит, ты должен выяснить, насколько мелкий ему дорог и...» «Это не важно». Блондин оборвал парня на полусловие, еще сам не до конца уверенный в том, что собирался сказать. «Мы не будем трогать его без острой необходимости». «И как это, блядь, называется?» Немного грубее, чем следовало, прошипел брюнет, видя сомнения в глазах Вонха. «Ты его пожалеть решил? Или ты забыл, что сделала тебе семья Ким?» «Я ни на секунду этого не забывал!» В миг взорвавшись порывом ярости, вскрикнул мужчина, скакивая со своего места. «Вот уже долгие годы я не живу, а существую, потому что этот ублюдок у меня все отнял. Никогда не забуду!» Прошипел Вонха, сжимая кулаки до хруста. «Тогда какого хуя мы жалеем этого говнюка? Если он так дорог, тыхен, и я лично спущу с него шкуру!» Брюнет затушил свою сигарету и отвернулся к окну. В комнате повисла тишина, и только часы на стене отсчитывали каждую секунду. Вонха нечего было сказать, потому что Джихан был прав от первого и до последнего слова. На его пути не должен встать подросток. Какой-то абсолютно чужой мальчишка не заставит изменить планы, ведь даже его родная сестра не смогла этого сделать, хотя пыталась тысячу раз. На все ее попытки мужчина лишь смеялся и отталкивал девушку, не желая слушать ее глупые и наивные речи о крепкой семье, которая у них еще может быть. Да ни черта уже не будет. Они – как поломанная игрушка. Девушка пытается починить ее, но этого нельзя сделать, если потеряны важные детали. От их семьи остались лишь они вдвоем и мать, которая их даже в лицо не узнает. Вонха давно не видел ее, да и не хотел, потому что один вид этой женщины приводил его в ужас. По телу пробегал хладок, а в ушах снова стоял громкий женский крик. Нет, у него не хватит силы духа, чтобы навестить мать. Пусть с этим разбирается сестра. И какой у тебя план? Все-таки подал голос Джихан, заметив, как друг задумался и успокоился. Я хочу, чтобы Тихен узнал все о своей семье. Хочу посмотреть в его глаза, когда правда ему раскроется, а затем пустить ему пулю в лоб. Но перед этим я отниму у него всех его близких. Одного за другим. Последнюю фразу Вонха произнес медленно, будто наслаждался каждым словом. Я хочу видеть в его глазах ужас в последние минуты жизни. Хочу поставить на колени, чтобы он молил о прощении. И я буду наслаждаться этим. Его голос был пропитан ядом и горечью вкупе со сладким привкусом мести. Но слуху Джихана это приносило неописуемый восторг. «Из кого начнем?» – поинтересовался Брюнет, чувствуя Вонха ту самую кровожадную жилку и жажду крови. «С тех, кого не добили с первого раза. Надеюсь, ты будешь бить точнее, чем мои парни». Джихан рассмеялся на это заявление и одобрительно закивал головой. Они говорили достаточно громко и, видимо, мешали другим спать. За дверью послышали стихи и шаги, а затем она приоткрылась. И в комнату зашла девушка в одной лишь мужской футболке и белье. Она сонно потерла глаза и недовольно уставилась на парней. «Солнышко, мы тебя разбудили!» Джихан встал и подошел к ней, протягивая ладонь и проводя по скуле девушке костяшками. Он помнил, как увидел ее впервые, когда ей едва исполнилось 14. Тогда он еще не был таким черством. Она была наивна. За долгие годы слишком многое поменялось, но его привязанность осталась. «Прошли только сутки, как ты живешь с нами, но я уже хочу повеситься. А тебе талант меня выбешивать». Она дернула чужую руку и прошла мимо на кухню. «Раньше ты была со мной добрее». Не спуская взгляд со стройных ног, пробормотал парень, оборачиваясь и наблюдая за ней со стороны. Годы идут, а она становится все прекраснее. Губы, как прекрасные бутоны роз, бархатная кожа, естественный блеск глаз и опасный огонек. Ее дикость и непокорность, роскошные густые волосы, запах которых он так любил вдыхать, когда она была еще подростком. Она самый сладкий, но такой запретный плод. То, чего он хочет многие годы, но никогда не получит. «Раньше ты не был таким жестоким». Кулка подметила девушку, успев краем уха услышать, о чем они говорили до ее прихода. «Онха, твоя сестра изменилась. Она научилась показывать характеру». Парень развернулся к другу, но тот даже не смотрел в их сторону. «Это ее дружок научил такому. Его характер будет еще хуже». Парень поморщился об одном лишь упоминании о возлюбленном своей сестры. Вся их компания вызывала в нем несдерживаемое отвращение. «Якшаешься с врагами брата?» Джихен нахмурился и посмотрел на девушку, но та оставалась безэмоциональной, попивая водичку и стакан. «Если бы не мой брат, мне бы не пришлось терпеть этих недоумков». Ядовито выпрынула девушка, окинув обоих парней презрительным взглядом. «Как обстоят дела с юнги?» Вонха встал со своего места и направился к сестре. Она немного напряглась, но не подала виду. «Он скоро выписывается из больницы». Сухо пробормотала девушка, натягивая футболку ниже, ведь презрительный взгляд Джихана на ее бедрах начинал действовать на нервы. Она уже пожалела, что вышла из спальни. «Давно ты его видела последний раз?» Не унимался Вонха, вставая в дверном проеме и полностью переграждая выход. «Передавая, Рей, ну ты знаешь, что мы недостаточно близки. Я лишь иногда бываю в их компании». Она опасливо поглядывала в затуманенные глаза брата и видела, как тот бегает взглядом по комнате и не может ни на чем сосредоточиться. Он не спал несколько дней. Вымотан и теперь как бомба замедленного действия. Одно неверное слово или движение. И тот вспыхнет от ярости, вымещая весь гнев на ней. «Значит, пора втираться в доверие. Мне надо, чтобы ты кое-что узнала у него на завтрашнем заезде». Как бы ставить девушку перед фактом, заявил блондин, даже не интересуясь, сможет ли она это сделать. «Он не настолько доверяет мне». Торопливо обрывая все надежды парней, она уже собиралась уйти. Но Джихан взял ее за руку и придержал. Девушка бросила на него недовольный взгляд и отодвинулась. «Ну, значит, придется постараться. Мне нужна контактная информация автомеханика, который занимается его тачкой. Он же где-то ее тенингует». Вонха пощелкал пальцами, привлекая ее внимание к себе и медленно теряя терпение. «Ты должна это узнать. Ты поняла меня?» «И как я получу эту информацию? Он не скажет из вредности, а телефон мастера не даст тем более». Девушка выплеснула остатки воды в раковину и направилась к выходу из кухни, в надежде, что больше никто не попытается ее остановить. Как бы она ни хотела сказать им «нет», все равно придется это сделать. И они тоже это знают. «Придумай что-нибудь, ты же не глупая девочка». Джихан прошел к бару и достал бутылку виски, разливая содержимое по двум бокалам. «А тебе, дружище, все же стоит выпить и хорошенько выспаться». В тишине комнаты раздался стук кубиков льда о стеклянный стакан и прошел дурманящий запах алкоголя. «А зачем вам его автомеханик?» Останавливаясь у двери и оборачиваясь на парней, поинтересовалась девушка. «Что на этот раз вы задумали?» «Хочу, чтобы он немного поколдовал над его машиной». Устало пробормотал Вонха, проходя к дивану и принимая из рук Джихана стакан. «Ну так что, сделаешь это для меня?» Он нагло ухмыльнулся, прекрасно зная ответ. Ему нравилось чувствовать власть над сестрой, но помимо страха хотелось видеть в ее глазах преданность и любовь. Она должна его уважать, благодарить за то, что он когда-то спас их от голодной смерти, что он возвращает им жизнь, которую отняли в далеком прошлом. Но ничего кроме страха в ее глазах не было, и это залило его, вводило из себя и лишь провоцировало быть с ней еще более безжалостным. «Я попробую, но не обещаю». Сухо отозвалась девушка и хотела выйти из комнаты, но в последний момент вновь остановилась. «Вот и умница». Пробормотал парень, выпивая залпом содержимое своего стакана. Только вот девушка не вышла из комнаты. Она развернулась и медленно подошла к дивану, наклоняясь над братом и оставляя нежный поцелуй на его щеке. Вон Ха растерялся и замер, разглядывая вблизи лицо девушки. Как давно она проявляла к нему ласки. Ссоры, вечные крики и оруга. Девушка не всегда с ним соглашалась, не уважала, показывала гордость, которую он упорно в ней давил. Но сейчас в его глазах промелькнуло сожаление о многих совершенных вещах и сказанных словах. Ради того, чтобы она целовала его так каждый день перед сном, он бы от многого отказался. Чтобы она снова стала его маленькой сестренкой. «Спокойной ночи, братик», – прошептала девушка, разворачиваясь и медленно покидая комнату. Возможно, жестокость поглотила его не до конца. И где-то там все еще есть ее брат. Мимо парней на невероятной скорости пролетел тяжелый байк, оставляя за собой лишь облако пыли и запах сженой резины. Тихен проверил скорость на радаре и, довольный результатом, вернулся к своему мотоциклу. «Сколько там?» Хосок подошел к нему и тоже взглянул на прибор, а затем весело присвистнул. «С такими темпами у него может даже получиться». Видимо, он стративно хвастался своей гениальностью. «Что ты сделал с его байком, что он теперь так летает? Раньше он не был таким быстрым». Хобби развернулся и стал взглядом следить за Номджуном, который пошел на второй круг. Целью было преодолеть трассу за рекордное время. «Секрет фирмы». Тэ прикрыл глаза и подставил лицо солнцу. «Погода сегодня просто отличная для того, чтобы провести время где-нибудь на берегу моря, а не здесь, посреди каньона, когда палящее солнце заставляет тебя обливаться потом и мечтать о бутылке холодной воды. Стоило бы надеть что-то светлое, Нови не изменял себе. Черные джинсы и фланелевая бордовая футболка даже в такую жару». «Это просто невероятно! Он снова ускорился!» Хосок протянул руку и указал на байкера, который стремительно приближался к середине трассы, заходя в дрифт. «Я не думал, что ты сможешь сделать что-то подобное. Нам Джон чувствует байк как собственное тело». Ви пожал плечами, наблюдая за ловкими маневрами друга. «Он крутой гонщик. Побольше бы таких на наших трассах». На лице парня проскочила тень улыбки, и он подумал, что давно не соревновался с другом. Раньше они постоянно придумывали что-то дикое и безумное, но всё меняется. Сейчас неподходящий момент для подобных гонок. «Это не значит, что он не может оказаться на месте Юнги». Вдруг произнес Чон, заставляя Брюнета напрячься. «Что с тобой происходит в последнее время?» Он укоризненно взглянул на младшего, а тот закатил глаза и отвернулся. «О чём ты?» Будто не понимая, о чём речь, Ви снова обратил своё внимание на байк нам Джона. «Если немного поколдовать над движком, можно сделать его ещё мощнее». Переведя тему разговора, воскликнул Ким. «Ты стал спокойнее и аккуратнее». Хоуп замолчал и перевёл взгляд на вычищенную до блеска Ямаху. «Как будто ты продумываешь каждое слово и действие. Это очень не похоже на тебя. Сейчас не те времена, чтобы поддаваться эмоциям. Я просто пытаюсь сохранять холодную голову». Как само собой разумеющееся объяснил Тихён, но понимал, насколько нелепо звучат подобные слова от него. Разве он когда-то задумывался о последствиях? Думал о других? Просчитывал шаги наперёд? Никогда такого не было. «И это мне говоришь ты, человек, который, будучи абсолютно трезвым, нарвался на компанию Дориана, влез в драку и пролежал на больничной койке две недели, потому что один из его парней не так на тебя посмотрел? Человек, который нас просиганал на байке с самого высокого трамплина и чуть шею себе не свернул? Или это мне говорит человек, который выиграл гонку вонха и забрал себе сто штук?» Тихён на эти заявления лишь тихо рассмеялся, вспоминая былые времена. «Я был глуп». Больше он ничего не мог сказать в своё оправдание. «Но было весело. Может быть, когда-нибудь повторим?» «Последнее твоё приключение случилось всего два месяца назад». Хосок неодобрительно покачал головой и снова повернулся к трассе. «И что, так резко поумнел?» «Всё может измениться в секунду, когда на кону стоит что-то важное». Задумчиво пробормотал Ви, не беспокоясь о том, что Хобби снова себе что-то надумает или неправильно воспримет его слова. «И что же такого важного стоит на кону у тебя?» Чон нахмурился и терпеливо ждал ответа. Ему и правда было интересно, почему именно сейчас в эгоистичном ублюдке Ким Тихёне проснулась человечность и совесть бьёт фонтаном. «Ты сегодня задаёшь слишком много вопросов». Ви отказывался продолжать этот разговор, потому что он не имел смысла. Каждый раз, когда парень пытался завести непринуждённый разговор с друзьями, это заканчивалось обсуждением аварии Юнги, как будто все пытались скнуть его носом собственную ошибку. Он и сам понимал, насколько сильно обосрался, потому что думал, что он умнее и хитрее. Право на ошибку есть у каждого, но если её совершаешь, то второй шанс придётся вымаливать очень долго. И хотя с первого взгляда всё как прежде, Тихён чувствует, после того, что произошло, его друзей терзают сомнения. Они хотят верить, хотят забыть и сделать вид, что его вины в этом нет, но каждый раз он снова видит в их глазах немой укор. Ему выть хочется и кричать во всё горло о том, как он сожалеет, но в ответ лишь молчит и отворачивается. Никто не поверит, потому что парень никогда не признаёт своих ошибок. Так с чего бы ему начать это делать сейчас? Никто не ждёт от него извинений или раскаяния. Лишь обвинительные взгляды и косые намёки, которые бьют сильнее, чем слова. Заметив, что Намджон подъезжает к финишной, Тихён оторвался от Ямахи и направился к трассе. Он протянул руку и включил радар, ожидая, когда тот покажет скорость. «Думаешь, он сможет разогнать его до 250?» Хосок подошёл ближе и ждал результата. «Я думаю, он едет гораздо быстрее». Весновый оказался прав, когда прибор показал 290, и это гораздо больше, чем может выжить байк Намджона. «Какого хрена?» Хосок продолжал поражённо смотреть на цифры, переводя непонимающий взгляд от брюнета к Джуму, который остановился недалеко от них. «Как ты, блять, это сделал? Я волшебник». Тихён самодовольно усмехнулся и, отдав радар Хоупу, направился к своему байку, заводя мотор. Больше ему здесь делать нечего, да и сидеть полдня посреди каньона под солнцем желания не было. «Ну и куда ты собрался?» Намджун шёл к ним, попутно снимая шлем. «У нас ещё полно работы. Нужно пять байков проверить перед сегодняшней гонкой. Мне нужно забрать из больницы нашего пострадавшего». Тэ закинул в рот мятную резинку и, подмигнув на прощание, Хосоку сорвался с места. «Если в твоей жизни всё идёт по пизде, проще всего сделать вид, что так и было задумано, потому что твои истерики никто не захочет терпеть». Этого принца Патыхён и придерживался. Никто не выведет его из равновесия, как бы они ни пытались. Чунгук внимательно следил за действиями мамы и пытался в точности повторить. Рядом стоял Чимин и, заглядывая через плечо друга, увлечённо наблюдал за происходящим. Ему было интересно смотреть со стороны, но участвовать он наотрез отказался. Досмотрев до конца, парень залез на стул и теперь большими ложками поглощал варёную сгущёнку, которую сварили слишком много для булочек. Чунгук, завёрнутый в передник, помогал маме приготовить десерт к приходу её подруг. На самом деле он любил готовить, но это не входило в десятку его любимых увлечений. Согласился только потому, что они в последнее время стали проводить мало времени вместе. «А здесь такая возможность!» Да и тем более, что это достаточно весело. Чимин бросался мукой и доедал остатки всего, что могло пригодиться в готовке. Вечно шутил и подпевал песням по радио. А когда становилось скучно, крутился на стуле, пока голова не закружится. Во дворе послышался рёв мотора, и оба парня переглянулись. Вариантов того, кто это мог бы оказаться, слишком много, поэтому Чунгук сразу же напрягся. Он очень надеялся, что это не Тахён, которого младший старательно избегает вот уже целую неделю. И если раньше Ким приезжал к ним крайне редко, то теперь он взял в привычку появляться чуть ли не каждый день. Стоило Ви пересечь порог дома Чун, как Чунгук мигом испарялся и материализовывался в своей комнате. Возможно, это немного невежливо, но после того инцидента на вечеринке он отказывался показываться на глаза своему Хёну. Стыдно было даже вспоминать о том, как он сидел на руках у старшего и плакал. А о том, что он признался в ревности, завёл разговор про Виён и вообще вёл себя очень глупо, не стоило даже и говорить. Позорище. Чимин спрыгнул со стула и подошёл к окну, разглядывая незваного гостя, но увидел лишь незнакомую машину. Затем в дверь позвонили. Сынок, открой дверь! Попросила женщина, надевая рукавицы. «Почему её?» Возмутился подросток, обтирая руки полотенцем. «Вон, пусть Чимин откроет!» Он попятился к кухонному шкафу, нутром чувствуя, что приехал Тихён. Нет, он не хочет попадаться старшему на глаза. «Это твой дом или Чимина?» «Ребёнок, не трепи маме нервы!» «Иди открывай!» Она потянулась к духовке и начала проверять готовность булочек, а Гук нехотя поплёлся к двери. Девять из десяти, что за дверью, будет стоять Ви, но, видимо, сегодняшний день оказался исключением, потому что на пороге стоял человек, которого в этом доме ждали меньше всего. «Юнг-су?» Чунгук испуганно дёрнулся и попытался закрыть дверь, но Рыжий подставил ногу и не дал ему это сделать. «Чунгук, подожди!» «Пожалуйста, давай поговорим!» попросил старшеклассник, всё ещё удерживая дверь. Чун сдался и всё-таки открыл её, но загородил с собой весь проход и дал понять, что внутрь не пустит. «Юнг-су, который ещё секунду назад был полон решительности, теперь неуверенно разглядывал Чунгука в переднике и примазанного в муке и не знал, с чего лучше начать. Долго ещё ты мне сквозняк будешь создавать здесь? Говори, зачем пришёл, или я закрываю дверь». Неожиданно грубо выдолчён, смотря уничтожающим взглядом на парня. Его было просто не узнать. Это не тот милый мальчик, который дал споить себя на вечеринке. «Я хотел извиниться». «Извиниться?» «Мне твоих извинений хватило по горло ещё в нашу прошлую встречу!» Прокричал, не заботясь о том, что его могут услышать на кухне близкие. Чмит знал о том, что случилось, а маме можно будет как-то объяснить. Но подростка злило то, как смело Рыжий заявился к нему домой после того, что сделал. «Мне жаль, я совершил ошибку. Прости меня, пожалуйста». Но Чунгук проигнорировал его слова, разглядывая покалеченный нос парня. На переносице была повязка, а кожа под глазами налилась синим. «Что с носом?» Безразлично поинтересовался младший, чем ещё больше задел Юнг Су. Ему не хотелось это признавать, но почему-то мысль о том, что Хён наказал старшеклассника, его радовала. Гук никогда не поддерживал насилие, но сейчас ему казалось, что подобное может пойти парню на пользу в целях воспитания. Может быть, он осознает свою ошибку и перестанет быть мудаком. «Это мне тот парень на вечеринке его сломал». Рыжий вздрогнул, будто одно лишь воспоминание об этом его пугало до ужаса. «Он какой-то дикий. Я ему за это благодарственное письмо напишу», парировал Чун, довольно ухмыляясь. «Ну ты, видимо, его вообще не боишься, раз сюда заявился». Гук усмехнулся, заметив, как лицо парня перекосило на секунду, и он огляделся по сторонам, чтобы убедиться, что Тэхёна здесь нет. «Ну, я пришёл только, чтобы извиниться. Надеюсь, ты не скажешь ему». С мольбой в голосе пробормотал Рыжий. «Я-то не скажу, только вот он может приехать в любую минуту. Он частенько тут зависает, и уж поверь, при вашей второй встрече одним носом не обойдётся». Юнг-Су, услышав слова подростка, побледнел и ещё раз осмотрел парковку, проверяя, не приехал ли кто-нибудь. Но во дворе всё ещё стояла лишь та машина, на которой приехал Рыжий. «Ну, ты должен знать одну вещь, Юнг-Су». «Какую?» Тихо переспросил юноша, напрягаясь от такого тона парня. «Тебе надо бояться не Тихёна, а меня, потому что я больше не позволю помыкать с собой людям вроде тебя». Почти прошипел сквозь зубы юноши, делая шаг и выходя за пределы дома. Старшего обдало холодным потом от вида такого чунгука, а затем щеку будто обожгло. Чон, размахнувшись, отвесил рыжему пощёчину в ответ за ту в ванной, но только теперь он уже не позволит кому-то себя ударить. «Оставь меня в покое, больше не приближайся». Развернувшись, парень зашёл в дом и с громким хлопком закрыл дверь. Снова возвращаясь на кухню к маме и Чимину. Конечно, Чонгук кричал так, что его услышали все, но никто не задавал лишних вопросов. Пак молча гордился лучшим другом, который, наконец, дал отпор этому уроду. Мама решила не лезть в дело сына, потому что он явно не станет отвечать на её вопросы. В кухне продолжалась готовка. Чон неумело сворачивал рулеты с яблочным джемом, а Чимин втихаря подъедал всё, что видел. Брюнет сидел на байке и ждал, когда издание выйдет Юнги. С момента аварии прошло две недели, и за это время они так толком и не поговорили. Да, Ви всё время собирался к нему, но каждый раз придумывал отговорки, которые не несли никакого смысла. Те спрашивал у Хасока и Намджуны про здоровье друга, а сам трусливо отсиживался дома. Чувство вины грызло изнутри, но Брюнет не давал ему показаться. Он знал, что увидит в глазах Юнги разочарование и злость, возможно, ненависть. Те Хён мог сколько угодно говорить о том, что ему всё равно, но на самом деле боялся, иначе не бегал бы от разговора так долго. Он достал пачку сигареты и закурил, разглядывая территорию больницы. Мимо прошла медсестра, ведя под руку пациента. Она приветливо улыбнулась Те Хёну и кокетливо поправила косичку. Брюнет вежливо наклонил голову, но на флирт никак не ответил, игнорируя разочарование на лице девушки. Он скурил сигарету в несколько затяжек и, отбросив окурок, стал разглядывать людей, выходящих из здания. Среди них нетрудно было заметить худощавого парня с пепельными волосами и угрюмым выражением лица. Он медленно шёл в сторону парковки, таща за собой огромную сумку с вещами, будто пробыл в больнице не две недели, а месяца два, как минимум. Синяки прошли, половину швов уже сняли, но невооружённым в глаза можно увидеть, что останется шрам. Его можно будет прикрыть волосами, и окружающий не заметит, но Юнги всегда будет помнить о том, что он там есть. Да и Те Хён об этом никогда не забудет. «Явление царя народа!» Негромко воскликнул старший, останавливаясь перед байком. «Ты чё здесь делаешь, упырь?» Те Хён не был удивлён такому началу разговора, учитывая, что не приходил сюда ни разу за две недели. Он даже ожидал чего-то похуже. «Да вот, медсестричек разглядываю. Они здесь симпатичные». Ви хитро улыбнулся и глянул вслед девушки, которая недавно проходила мимо. Юнги повторил за ним, окидывая оценивающим взглядом блондиночку. «Тебе что, своей клуши мало? Или Ви Йон временно дала тебе передышку?» Мин заметил, как Ким напрягся при упоминании девушки и усмехнулся. «Да нет, она всё так же вечно трётся рядом». Те Хён засмеялся, увидев, как лицо друга исказилось от недовольства. Юнги поморщился и протянул ладонь, указывая на пачку сигарет. Ви достал одну и протянул ему вместе с зажигалкой. «Как жаль, я надеялся, что пока меня не было, с ней что-нибудь случилось». Мин медленно курил, не обращая внимания на пристальный взгляд Те Хёна, который, кажется, хотел что-то сказать, но не решался. Они вели беседу ни о чём, вспомнили зачем-то Ви Йон. Сейчас бы ещё о погоде поговорить. «Ну, больше ведь тем для обсуждения нет». Она, как и прежде, прыгает по койкам, пускает свою жизнь под откос и продолжает действовать всем на нервы. Задумчиво пробормотал Ким. «Ну и пусть. Должно же хоть что-то оставаться стабильным в наших жизнях», пробурчал Юнги, но спустя пару секунд оба парни засмеялись, разряжая атмосферу. Напряжение немного спало, и Те Хёну показалось, что, возможно, ещё не всё потеряно в их отношениях. «Видеть друзей со штабкой и синяками входит уже в мою привычку». Ви сказал это чисто как факт, сам не задумываясь над смыслом слов, пока они не оказались озвученными. Юнги перестал смеяться и снова нахмурился, выбрасывая окурок. «Завались». Блондин не хотел, видимо, поднимать сейчас эту тему. Он поднял сумку и подошёл ближе к мотоциклу. «Ты что, приехал меня забирать на байке?» «А на чём ещё я должен был приехать?» Ви поглядел на Ямаху, не понимая, чем друга не устроил его любимый байк. «Али тебе карету с лошадьми подать?» «Если надо будет, подашь!» Огрызнулся Мин. Эти две недели он скучал по Тейхену, но никогда в жизни это не признает. Даже не злиться на него, что тот ни разу не приехал навестить, потому что знает причину. Им обоим нужно было время, чтобы успокоиться после аварии и привести мысли в порядок, иначе точно посрались бы и потом не разговаривали друг с другом. «Воёбывайся и садись, или сейчас пешком до дома пойдёшь», пригрозил Ким, протягивая шлем и заводя мотор. «Никакого уважения к старшим», проворщал парень, забираясь на байк. Тейхен прищурился и, замахнувшись дротиком, сделал бросок, попадая прямо в центр. Довольный, он осушил свой бокал в честь победы и попросил бармена повторить заказ. В дигере сегодня полно людей, потому что намечалась большая гонка. Люди уже начинали делать ставки на выигрыш, и двое достаточно пьяных парней даже успели подраться, разбив несколько бутылок рома. Их никто не стал останавливать, только выкинули на улицу для меньшего ущерба бару. И пока нам Джун и Ви играли в дартс, попутно напиваясь, Хасок и Ви Йон обсуждали предстоящую гонку. Девушка сегодня была спокойнее, чем когда-либо, что немного удивило Тейхена. Она не пыталась липнуть, но, как и всегда, была приветлива с ним. Вместо привычного топика, сегодня она окуталась в чёрную толстовку с капюшоном, которая практически прятала все прелести её тела, и только короткие шортики открывали вид на красивую задницу. Те дождался, когда Джун сделает свой бросок, и радостный от провала товарища схватился за дротик. «А мне поиграть дадите?» За спиной раздался низкий голос одного вредного старикашки. Тейхен ухмыльнулся, но в глубине души догадывался, что этот говнёк сегодня припырётся на гонке. «Янги, какого хуя ты здесь делаешь?» Хасок вскочил со своего места и уже готов был тащить друга к выходу, но тот вырвался и, пройдя к бару, заказал себе джин с тоником. «Что, мне дома сидеть и колыханку смотреть? Издеваешься?» Он лениво зевнул и огляделся по сторонам. В больнице было ужасно скучно. Он там чуть не подох от тоски, и сразу, как его выписали, захотел в бар. «Ты только выписался из больницы!» Продолжал причитать Чон, разглядывая швы на голове друга. «Из лекарств слезть не успел, а уже схватился за бутылку». «Я надеюсь, ты не собираешься сегодня гонять?» Намджун сделал глоток из своего стакана и кинул взглядом присутствующих здесь дам. «На чём? У меня больше нет байка». Мин выглядел расстроенный из-за потери любимого мотоцикла. Дукати ему была как родная, ничего другого даже и не хочется. «Сюда пришлось на машине ехать. Ну, а если ты только в роли зрителя, то в таком случае можешь остаться». Хасок улыбнулся и потрепал друга по волосам. «О, спасибо, что разрешил, Хоп. Если бы не ты, точно поехал бы домой». Ядовито пробурчал Юнги, наконец получая свой заказ. На языке стоял привкус таблеток, а ему просто необходимо выпить и расслабиться. «Больница кого хочешь до ручки доведут». «Вау, на сорок градусов от тебя, Моника». Прошептал Тэхён, подходя ближе к другу. «Что?» Юнги резко начал вертеть головой, но спустя несколько секунд на него буквально накинулась девушка, крепко сжимая в своих объятиях. Мин болезненно заскулил, ощущая, как заныли больные ребра. «Юнги, а ты в порядке?» «Я слышала, что с тобой случилось. Это так ужасно, я очень переживала за тебя. Бедненький, ты, наверное, жутко испугался». Она выдала это скороговоркой, поэтому Юнги не сразу уник в суть сказанных слов. Он поморщился и попытался вырваться из крепкой хватки. Когда девушка его отпустила, он слабо улыбнулся ей, отмечая, что рад её видеть. Моника часто тут крутилась, сама никогда не гоняла на байках, но знала многих байкеров. В отличие от Вион, она была куда приветливее и дружелюбнее, хотя немного глупа и говорила очень громко и быстро, поэтому в её компании Юнги быстро уставал. Но в целом они поддерживали хорошие дружеские отношения, если не считать секса по пьяни в машине Мина, который случился у них дважды. Но опять же, она не пыталась присвоить парня себе, как вещи ли, сделать из этого что-то большее. Ну, было и было, как говорила сама девушка. Отличительной особенностью Моники было и то, что она никого в компании не раздражала. Даже Тэхюн, который редко кому-то улыбался, к девушке относился хорошо, поэтому во время заездов она часто проводила время с ними. Она не единожды делала попытки сблизиться с компанией, но у неё это не очень хорошо получалось. Однако девушка была достаточно настойчива в своих желаниях, а её присутствие никому не мешало. «Моника, рад тебя видеть». Юнги улыбнулся и накрутил на палец локон волос. «Выпьешь со мной?» Он жестом дал бармену понять, чтобы тот обновил его заказ и улыбнулся своей спутнице. Возможно, сегодня получится немного расслабиться в её компании. «С удовольствием». Она присела на соседний стул и сделала себе заказ. Вийон не особо жаловала её, но идти на открытый конфликт не решалась. Юнги за словами в карман не полезет, если понадобится. Может и заступиться. Однако её появление сегодня девушку очень напрягало. «А кто будет гонять?» Намджун сделал свой бросок и подошёл к друзьям, приветливо улыбаясь Монике. «Из наших хасок это и Хион собрались». Вийон надула пузырь из жвачки и, лопнув его рукой, указала на двух парней. «А ещё я слышал, что в гонке будут участвовать люди Дуариона». «Дуарион сегодня здесь?» Юнги повернулся и стал искать взглядом компанию, прославившегося своим бунтарским характером байкера. Участвовать в заезде с ним интересно, но рискованно. Он не любит проигрывать, и когда такое происходит, иногда выходит из себя. Пару раз разбивал байки парней, которые обходили его в заезде. Пару раз разбивал лица парней, обходивших его прямо у самой финишной прямой. Тот ещё головорез. «Да, и кажется, у него появилась новая игрушка». Вдруг ставила своё слово Моника, привлекая внимание компании. «Не знаю, где он её откопал, но мальчишка просто лакомый кусочек». «В каком смысле?» Минна хмурился, но спрашивал чисто из вежливости, ведь, кажется, ей очень хотелось рассказать об этом. Ему нет дела до шлюх Дуариона. «Я видела, как с ним на байке приехал парень. На байкера не похож, да и молод совсем, но на роль его сучки подошёл бы идеально. Вы его просто не видели. Он самоочарование. Милый, но развратом несёт за версту. Неудивительно, что он с дом проводит время». Она взяла коктейль, приготовленный барменом, и, обхватив губами трубочку, потягивала алкоголь. «Интересно». Тихен хитро улыбнулся и тоже стал искать взглядом компанию парня. «Хотел бы я увидеть эту сучку». «Зачем?» Вьен обиженно посмотрела на парня, демонстрируя своим видом полнейшее недовольство этой затеей. «Расслабься, куколка, просто любопытно. Я за Дуарионом донашивать не собираюсь». Она выдавила из себя подобие улыбки и потянулась к стакану с дайкири. Тихен проследил взглядом за её движениями, заметив свежий синяк на запястье, но девушка быстро натянула рукава кофты и продолжила молча попивать напиток. Она не горела большим желанием участвовать в разговоре, но внимательно слушала, о чём говорят. «Юнги, а можно мне позвонить с твоего телефона?» Моника потянулась к гаджету, увидев одобрительный кивок головой, и пока она пыталась до кого-то дозвониться, парни следили за игрой в дартс. «А где Чунгук?» Вдруг поинтересовался Юнги. Услышав вопросов и дёрнулся, его дротик пролетел мимо мишени, ударился о стену и упал на пол. Он с самым бесстрастным видом поднял его и, отойдя на приличное расстояние, сделал вторую попытку, не обращая внимания на насмешки друзей. «Он дома, наверное. Весь день помогал маме с готовкой десертов». Хасок наблюдал, как Тэ в очередной раз попадает прямо в центр. «Твои братья ещё и кексики печёт?» Мин усмехнулся и вспомнил, как подросток приехал к нему в больницу и перепугался, увидев шрамы. Он отметил про себя, что неплохо было бы навестить мелкого и поблагодарить за заботу, пока ему пришлось валяться на больничной койке. «У Чунгук и много талантов». Чисто машинально пробормотал Хоуп, наблюдая за игрой. «А он точно дома? Или его опять надо вылавливать в каком-нибудь притоне?» Тэхён развернулся на пятках и посмотрел на Чуна с упрёком. И сейчас он кинул не просто камень в огород Хасока, а целый булыжник, видя, как друг обогревеет от злости. «Мы, кажется, уже обсуждали это, Тэхён». Сдерживая раздражение, пробормотал Чун. «Он дома. Наверное, спит уже». «Хорошо, а если так?» Ким хмыкнула, запустил дротик, чувствуя приближение победы. «С этими братьями сплошные проблемы». Моника вернула телефон и потянулась к бокалу. Девушка, немного выпив, уже была навеселее и, как всегда, пребывала в состоянии лёгкого полёта. Но ещё непьяная начала телиться к Юнги, обнимая того за плечи. Он придерживал её в избежании падения. «У тебя есть брат?» Хобби встал со своего места и подсел ближе к девушке, чтобы лучше её слышать, так как в бар приходило всё больше народа. «Да, старший. Он меня так достал, просто ужас. Тиран, а не брат. К нему сейчас ещё друг приехал, родители в отъезде. Так мне их двоих терпеть приходится». Пожаловалась девушка в надежде, что кто-то сможет её пожалеть и скрасить одиночество этим вечером. Конечно, все надежды были на Юнги. Они давно не проводили время вместе, давно не проверяли заднее сидение Ламбы на удобство и вместительность. Раньше им двоим там всегда было комфортно. «Не выёбывайся». Достаточно грубо пробормотал Тихён, выпивая залпом всё, что было в его стакане. «У тебя хотя бы близкие есть». «Твоя правда, красавчик». Она захихикала и, допив Дайкири, спрыгнула со своего стула. «Скоро начнётся гонка. Вы идёте на улицу?» Девушка направилась к выходу, и Юнги пошёл за ней, а следом и все остальные. Возле бара было практически пусто, потому что большая часть людей сейчас пила внутри. Здесь хорошо было слышно музыку, но можно спокойно говорить и не напрягать слух, чтобы услышать собеседника. Компания шла через парковку к своим байкам, но, заметив Дориана, они немного притормозили. «Вон, видите того парня в чёрной бандане?» Моника кивнула на юношу, который стоял к ним спиной. «Он приехал с Дорианом». «Тот, который с зелёными волосами?» Тихён кинул оценивающий взгляд на мальчика и разочарованно фыркнул. «Ничего особенного. Разве что задница неплоха. А так худен». Он замолчал на полусловие, внимательнее вглядываясь в спину парня. «Мне он кажется знакомым». «Шуга, это не тот школьник, которого ты привозил к нам?» Намджин, обладающий отличной зрительной памятью, тоже разглядывал пацана. Юнги развернулся и посмотрел в сторону объекта всеобщего обсуждения, оценивая того взглядом. «Не, это не он». Мин хотел уже пройти дальше к своей машине, но юноша развернулся в полоборота, а затем звонко рассмеялся на всю парковку. Блондин резко замер и снова повернулся к парню. Его прошибло током, когда в этой дерзкой сучке он распознал чимина. Мелкого было совершенно не узнать. Его белоснежные пряди приобрели зелёный оттенок и выглядывали из-под чёрной банданы, подвязанной в стиле косынки. В ушах отбрасывали солнечные блики серёжки в виде крестиков. Его, как оказалось, достаточно длинные ноги были обтянуты чёрными джинсами с прорезями на коленях. Обтягивающая футболка с глубоким вырезом на ключицах демонстрировала тонкую шею и не только её. Он и правда был похож на элитную сучку больше, чем на байкера. Выглядел очень дорого, но до безобразия развратно. Юноша улыбался Дориану и продолжал звонко смеяться, не обращая внимания на то, как мужчина поглаживает его руку и едва ощутимыми касаниями спускается к бедру. «Идиот!» прошипел сквозь зубы Юнги в растерянности, продолжая смотреть на Мелкого. Чимин с первой встречи казался взбалмошным и немного эксцентричным, но Мин никак не мог подумать, что Мелкому придёт в голову связаться с байкерами вроде Дориана. «Вы его знаете?» Моника наблюдал за странной реакцией компании, но никто не торопился ей отвечать. «Какого чёрта этот недоумок делает с Дорианом?» Тихен подошёл к Юнги, пытаясь говорить тише, чтобы байкеры его не услышали. «Если бы я знал, с удовольствием ответил тебе». Раздражённо пробормотал Шуга, сжимая кулаки и чувствуя, как выпитый алкоголь придаёт ему храбрости. Рациональное мышление остаётся забытым. «Надо придумать, как его оттуда забрать, иначе от него живого места не останется». Ви придержал друга за руку, принимая его пошатывание за слабость после травм, но Юнги просто перебрал с алкоголем. «Уже придумал». Мин вырвался из схватки парней и направился в сторону шумной кампании байкеров в кожанках с одинаковыми нашивками. Чимин, заметив его приближение, отвернулся от блондина, снова о чём-то начиная расспрашивать байкера. Тот слушал внимательно и кивал головой, но, увидев Шугу, перевёл всё своё внимание на него. «Шуга, чем обязан?» Дориан пока был тресвый в хорошем настроении. Всё может обойтись малыми жертвами. «Я слышал о твоей травме. Очень печальная история». Посочувствовал мужчина, будто его действительно это волновало. «Да, не повезло». Блондин поджал губы и нечитательным взглядом прожигал дыру в чимине. «Вот подошёл посмотреть на твоего друга. Моника весь вечер о нём говорит без умолку». «Я вчера познакомился с этим чудом, когда покупал детали к своему байку. Он мне всё про мотора рассказал. Смышлёный парнишка». Дориан обнял Чамина за талию и, наклонившись, прошептал ему что-то на ухо. А Пак тихо засмеялся, будто специально делал всё, чтобы взбесить юнги. «Про мотора? Ну да, это он может». Мин хмыкнул, вспоминая их первую встречу. Его мелкий зацепил точно так же. Удивительно, как все любители байков на это клюют и только потом замечают, что юноша не только умён, но и красив. Но сейчас он скорее как развратная шлюха. Юнги хочется дать ему звонкую пощечину, чтобы привести в чувство. «А мы знакомы!» неожиданно воскликнул Чимин. «Юнги меня очень обидел при нашей последней встрече». Пак тихо злорадствовал, поглядывая на блондина, но держался поближе к мужчине. Дориану не понравилось, по-видимому, то, что он услышал, потому что его улыбка сразу исчезла, как и дружелюбие. «Даже так? И как он тебя обидел?» Байкер положил ладонь на талию подростка, но тот вообще не чувствовал опасности и позволял делать всё, что старшему в голову придёт. Чимин так шутит. Мин пытался сохранить спокойствие, но получалось плохо. Он не стоял бы здесь прямо сейчас, если бы не знал, чем может для подростка закончиться эта гонка. Да, он мог просто уйти и ничего не сделать, но тогда последствия останутся на его совести. «Я думаю, будет лучше, если он пойдёт со мной». Юнги схватил парня за локоть и потянул на себя, но тот начал вырываться и кричать, привлекая внимание окружающих. Парни Дориана напряглись и стали подходить ближе. Атмосфера накалялась. «Я никуда с тобой не пойду!» Закричал Чимин, наконец освобождаясь от крепкой хватки и подходя снова к Дориану. Такой глупый мальчишка. «Я тебя уважаю, Шуга, но претендовать на то, что принадлежит мне, не позволю». Мужчина окинул уничтожающим взглядом Юнги и, не желая больше уделить тому ни минуты своего времени, собирался развернуться и уйти. «Он тебе не принадлежит, напыщенный ты кусок дерьма!» Чётко проговаривая каждое слово, Юнги шёл на противника, не придавая должного значения толпе байкеров вокруг них. «Перед людьми вроде Дориана самое главное – это не показывать страх, и только тогда ты дашь понять, что чего-то стоишь и настроен серьёзно. Иначе тебя уничтожат и не дадут ни малейшего шанса зацепиться за жизнь». Дориан развернулся и с размаха ударил Юнги, отчего парень отлетел на несколько шагов и чуть не упал, но его подхватили со спины и поставили на ноги. В связи с недавними травмами ещё ощущалась слабость в теле, и к драке Мин сейчас готов не был, но и отступать не собирался. Он спыленул кровь на землю и поморщился от боли. Губа была разбита, а во рту ощущался металлический привкус. Пак выглядел немного напуганным, но не решался сделать и шага с места всё ещё прячешься за спиной Дориана. Шуга развернулся к человеку, который не дал ему упасть, и к своему удивлению обнаружил там Тихёна. Уж кто точно готов к драке в любой момент, так это он. Ви обошёл покалеченного друга и, подойдя достаточно близко к Дориану, протянул руку и пальцем поманил к себе Чимина. Ви, даже не пытайся, пацан останется здесь. Мне глубоко насрать на этого мелкого недоумка. Оборвал его на полусловие Тихён, ловя удивлённый взгляд мужчины. Но есть один человек, который очень расстроится, если с ним что-то случится. Я забираю Чимина и попробуй меня остановить, если тебе терять нечего. Ким сделал несколько шагов, но парни Дориана и с места не сдвинулись. Паринец схватил подростка под локоть и потащил за собой в сторону парковки, где стояли их байки. Ему никто не мешал. Видимо, Дориан оценил ситуацию и пришёл к выводу, что Пак не стоит тех жертв, которые он может понести. Чимин всё ещё дёргался и даже пытался ударить Тихёна, но всё бестолку. Юнги шёл следом, вытирая рукавом кровь с губы. Они остановились только, когда оказались возле своей компании. «Какого чёрта вы творите?» Заорал Чимин, наконец освобождая свою руку и рассматривая её на предмет повреждений. После такой хватки наверняка останутся синяки. «Я, конечно, знал, что ты тупой, но не думал, что настолько». Ви щёлкнул подростка по носу и тот дёрнулся. «Юнги, процесс воспитания на тебе». Ему не надо было повторять дважды. Он схватил Чимина и потащил к своей машине. Юнги приходилось перекладывать максимум усилий, чтобы запихнуть энергичного и брыкающегося подростка в салон. «Выпусти меня немедленно, идиот!» Пак пытался выйти, но двери оказались заблокированы. Старший завёл мотор и выехал с парковки. «Какого хуя ты творишь?» заорал юноша, вжимаясь в кресло и понимая, что никто его не отпустит. «Этот вопрос должен задать тебе я! У тебя совсем мозги засохли, придурок?» закричал блондин, крепко сжимая руль и пытаясь сконцентрировать всё внимание на дороге. «Ты нахрена к Дориану полез? Не твоё собачье дело!» огрызнулся мелкий. «У него на меня были большие планы! Он хотел помочь мне стать гонщиком, в отличие от тебя!» Парень пнул старшего и хотел со всей своей злости врезать ещё пару раз, но цурового, пробирающего насквозь взгляда, поёжился и отодвинулся подальше к окну. «Большие планы?» Юнги рассмеялся. «Ты и правда глупец. Я уверен, что в его планы максимум входило трахнуть тебя в ближайшем грязном сортире». «Что?» Чимин растерянно посмотрел на парня. «Что ты несёшь? Я не гей!» «Не гей? Тогда какого хуя ты разоделся, как продажная шлюха? Что за блядский цвет волос? Решил жопой торговать? Тебе неплохо заплатят!» Юнги потянулся к парню и дал ему сильный подзатыльник, отчего мелкий поморщился и потёр ушибленное место. «Тебя не спросил, в какой цвет мне волосы красить?» Чимин обиженно отвернулся к окну. «Вообще, это всё ты! Сначала кричишь и говоришь «держись подальше», а затем прибегаешь на задних лапках и пытаешься строить из себя заботливого папашу? Ты больной ублюдок! Если бы я тебя оттуда не забрал, ты вообще понимаешь, чем бы всё для тебя закончилось? Ты ведь не думаешь о том, с кем можно связываться, а с кем нет. Безмозглая малолетка». Мин ударил по рулю, чтобы хоть немного выпустить пар, но этого было мало. Его белоснежная кожа покрылась от ярости красными пятнами, что было так неестественно для парня. «Еблан!» Обиженно пробормотал Чимин и отвернувшись уткнулся носом в окно, не желая даже смотреть на своего спасителя. Дальше они ехали молча, и каждый варился в своих мыслях. Юнги пытался побороть гнев, который заполнял его, заглушая все остальные эмоции. Он поглядывал на подростка и стал замечать, как дрожат его ладони. На какое-то мгновение Мин подумал, что Чимин сейчас заплачет, как тогда, в больнице, но он не проронил ни звука. Даже не повернулся. Внутри младшего и раньше таилась обеда за грубые слова, сказанные в их прошлую встречу. Он считал себя глупым и навязчивым, а теперь к его талантам приписали доступность, что было просто мерзко. Хотелось ли плакать? Да, определенно. Но не перед Юнги. Блондин заехал в спальный район и остановился возле дома Чунгука. Чимин удивленно стал оглядываться, не понимая, почему они сейчас здесь. «Зачем ты меня сюда привез? Потому что я хочу быть уверен в том, что ты не встрянешь в какие-нибудь неприятности сразу же, как я уеду». Отстраненно пробормотал Мин, глядя куда угодно, но только не на парня. «А еще потому, что тебе сейчас нужен он. Ты сильно перенервничал». «Вот не надо только делать вид, что тебе не насрать. Держись от меня подальше». Чимин открыл дверь и выскочил из машины, направляясь к дому Чунов. Юнги провожал его грустным взглядом, понимая, что в голове подростка один лишь ветер. Он не думает о последствиях своих поступков. И если за ним не приглядывать, то это может закончиться очень печально. Только должен ли Юнги в это лезть? Озвучил Зози специально для телеграм-канала «Вайфу в голове. Аудио». Продолжение, возможно, уже есть на бусте. Ну а так, оставляйте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал «Вайфу в голове». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok